Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. На студии сегодня депутат фракции «Справедливая Россия» за правду Михаил Делягин. Михаил Кеннадьевич, здравствуйте. И Анна Шестакова, председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области, подмосковного МОЗ «Автодора». Анна Александровна, добрый день. Добрый день. Сегодня мы разбираем дело МОЗ «Автодора», почему оно происходит, какие тенденции. И первый вопрос Михаилу Геннадьевичу, чем дело МОЗ «Автодора» отличается от других подобных случаев, в чем-то оно уникальное, либо оно, наоборот, типично. Давайте мы сначала, Анна Александровна, давайте вы сначала расскажите, в чем суть, потому что наши зрители явно не погружены в то, что происходит, может быть, за небольшим исключением. Хотя оно имеет достаточно большой общественный резонанс. А потом мы уже будем это обсуждать. Хорошо. Давайте из первых уст. Добрый день еще раз. В наш профсоюз в Московской области входит не только ГБУ «МОЗ «Автодор», но и другие организации. Это и автотранспортные организации, и организации федеральных дорожников. Одной из крупнейших организаций, которая входит в наш профсоюз, является ГБУ «МОЗ «Автодор». А ГБУ – это государственное бюджетное учреждение Московской области? Совершенно верно. В 2014 году было создано ГБУ. До этого оно имело различные наименования, но функционал оставался тот же самый. После того, как объединили данную организацию в ГБУ, соответственно, постановлением правительства Московской области утвердился фонд оплаты труда на данную организацию. И с 2014 года фонд оплаты труда не менялся. Простите, пожалуйста, то есть 9 лет, сейчас 9 год идет, как он не меняется, да? Да, совершенно верно. Дорогие, а вы просто вспомните, попытайтесь вспомнить, какие у нас были цены на что-нибудь 9 лет назад, в 2014 году. И представьте себе, что с того времени ничего не изменилось у людей. Совершенно верно. Еще в связи с тем, что ежегодно растут объемы работ, то есть фонд оплаты труда не меняется, и штатная численность, которая также утверждена постановлением правительства Московской области не меняется, мы с вами представляем, в каких условиях работают сотрудники. Основные вопросы, которые мы неоднократно поднимали, я в областном профсоюзе работаю с июня 2020 года, и сразу же начала заниматься этим вопросом, было написано очень много обращений от профсоюзной стороны на различных руководителей. Основными вопросами являлись, что не проводится индексация заработной платы, нет повышения базовой тарифной ставки рабочих первого разряда, то есть она как у них прописана 7706 рублей, так она до сих пор и осталась. А мы с вами прекрасно знаем о том, что от этой тарифной ставки, соответственно, происходит уже дифференциация по тарифным ставкам и должностным окладам других работников. Также необходимо в связи с увеличением объема работников, необходимо провести увеличение штатной численности в организации. Ну и, конечно же, ремонт помещений, где переодеваются, где работают сотрудники ГБУ Мосавтодор, то есть водитель или дорожный рабочий, приезжая к себе в организацию до смены, либо после смены, к сожалению, вынужден помыться, хранить свои вещи в условиях, которые, ну, честно говоря, граничат просто с какими-то удивительными. Это можно увидеть только в страшных фильмах. Или на предприятиях, где работают гастарбайтеры бесправные. Не факт. Вы знаете, мне кажется, даже гастарбайтеры в более лучших условиях содержатся, чем работники ГБУ. Простите, пожалуйста, а вот рабочие первого разряда имеют оклад 7700. А рабочие первого разряда, они в природе существуют, или в реальности это такая чисто условно расчетная единица? Практически нет уже, кто на такой, да, тарифной ставке, в основном все уже… Нет, я понимаю, что в основном, то, что вы говорите «практически нет», означает, что кто-то в порядке исключения да. В порядке исключения это те, кто приходят вновь, трудоустраиваются, то есть их изначально, да, принимают на эту тарифную ставку. Подождите. То есть у нас, понимаете, если существует хотя бы один человек, который имеет тарифную ставку 7700, в два раза ниже минимального размера оплаты труда, а это разве не уголовное преступление со стороны работодателя, нет? Ну, у нас с вами прописано, что заработная плата по Московской области должна быть не меньше 19 тысяч рублей. Это соглашение, трехстороннее соглашение подписывается на Кабанову Валентины Викторовны и со стороны работодателей. 19 тысяч они имеют, то есть там это все догоняется… Догоняется премиями, надбавками… Нет, понимаете, премия, надбавки – это хорошо. Я говорю про сугубо формальную сторону дела. Минимальный размер оплаты труда – 14 тысяч рублей. Я очень часто сталкиваюсь, когда официальные лица, скажем, из Федерального министерства труда на головном глазу рассказывают, что у нас физически нет людей, которые на полную ставку, работая на полную ставку, не имеют общий доход, а имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Но, к сожалению, это присутствует. Потому что, понимаете, премия, особые условия работы, надбавки – это, знаете, сегодня это есть, а завтра я сказал, что вы мне не нравитесь, я с вас срезал. Как у нас устроен в этом отношении трудовой кодекс, думаю, вы знаете лучше меня. Когда вам три раза объявлялось замечание, а вы про это ничего не слышали. Ну, вот у меня, так сказать, приятели, при которых я вам это объявлял. Вот, если вы за это не расписываетесь и так далее. Понятно. Хорошо. А еще я вот не очень понял. У нас же не произошло технической революции в Московской области, явно в дорожном деле. То есть я много раз ездил не только по федеральным трассам, езжу, но и по периферийным, много раз видел там ремонты всякие. Я не видел там каких-то космических технологий, там напыление асфальта с дронов и так далее. То есть, в принципе, технологии у нас с 2014 года не изменились. А вы говорите, что у нас увеличиваются объемы работы при прежней численности рабочих. Выполняют работы больше. Если у нас не появляется какой-нибудь дорожный комбайн, при котором человек выполняет ту же работу один вместо прошлых трех предыдущих, то есть, каким образом обеспечивается это увеличение объема работ? Это увеличение объемов работ происходит следующим образом. Сотрудники по факту выходят значительно раньше утром и возвращаются значительно позже вечером. И, соответственно, суббота-воскресенье у них рабочее время. Наши юристы профсоюзные объезжали несколько, восемь производственных комплексов, так у них называются филиалы, и брали путевые листы водителей, потому что только из них мы можем увидеть фактически отработанное время сотрудникам. То есть там в путевом листе проставляется время выезда комбинированной дорожной машины, либо автогрейдера, и время заезда транспортного средства. Плюс мы брали табель учета рабочего времени. Сказать о том, что они одинаковые – нет. То есть в табеле учета рабочего времени, то, что у нас с вами проверяет трудовая инспекция, либо прокуратура, там четко стоит восемь часов в будни и шесть часов в субботу. По факту в путевой документации мы видим о том, что переработки у сотрудников колоссальные. То есть представители Московской области, представители государственного бюджетного учреждения Московской области, получается, что систематически занимаются подлогом служебных документов. А путевая документация… И массово. Путевая документация не изменяется. Это основа… Понятно. Но если я подделываю табель, если табель рабочего времени, которую я веду, это же ведет представитель ГБУ, да, они не рабочие, я веду, не соответствует реальности, то я занимаюсь фальсификацией официальных документов. Я занимаюсь подлогом служебных документов. Правильно я понимаю? Табель они составляют четко по Трудовому кодексу, потому что трудовая инспекция проверяет табель, не погружаясь в путевую документацию. У них была неоднократная проверка, да, и претензий здесь нет. В государственном учреждении Московской области при всей цифровизации и при всем остальном является массовым и постоянным процессом подделка служебных документов. Несоответствие. Бинго. Вероятно, существует какая-то законодательная лакуна, позволяющая это делать вполне официально. Простите. Если человек работает 10 часов, а я пишу, что он работает 8, то я могу получить за это условный срок и сильно при этом радоваться. Но что это является преступлением не административным, это, по-моему, всем, даже не имеющим юридическое образование очевидно. Простите, пожалуйста, 6 часов в субботу они оплачиваются сверхурочно или они оплачиваются по обычной субботе? Дело в том, что должны оплачиваться сверхурочно, но в расчетных листах тех сотрудников, которые мы запрашивали и чью путевую документацию мы смотрели, оплаты сверхурочной работы нет. Простите, мы имеем следующую ситуацию. Люди перерабатывают. Эта переработка учитывается в незначительных объемах, условно, 6 часов в субботу, но даже та переработка, которая признается официально, им не компенсируется. Точно так же, как и выход в ночное время. Мы с вами знаем, что ночное время у нас с 22 часов до 6 утра, оно оплачивается в повышенном размере. Естественно. Приказов о привлечении в работу в ночь нет, так же, как и на работу в выходные дни. Они есть, но в очень маленьком количестве. Ночное время в расчетном листе также отсутствует. Оплаты за ночное время. То есть, власти Московской области, подобно некоторым структурам негосударственного, а организованного криминального управления, не оставляют следов. Потому что явно же люди работают не по своей инициативе в ночное время. Им явно дали указания. Это не оставляет никаких документированных следов. Кроме путевой документации. Кроме путевой документации. А правильно ли я понимаю, что это речь идет о дорожных рабочих в том числе? То есть, это не просто физический труд, а это тяжелый физический труд. Конечно. То есть, я просто еще раз акцентирую внимание, что одно дело, людей удерживают на работе лишние несколько часов в день, каждый день и без выходных, когда они сидят в офисе, может быть, даже кондиционированным, может быть, даже проветриваемым. Они занимаются перекладыванием с одного места на другое карандашей и бумажек. И совсем другое дело, когда люди занимаются тяжелым физическим трудом. То есть, при этом происходит ускоренное разрушение их здоровья. Правильно? Конечно. Ну, потому что я пару раз в жизни мне приходилось пользоваться отбойным молотком и смею вас заявить, я запомнил это на всю жизнь. Подождите. А тогда, наверное, им как-то хорошо денег им не дают, но, может быть, как-то им дают возможность отдохнуть и поправить здоровье, нет? Если вы имеете в виду санатории, то, к сожалению, сотрудники ГБУ МОСАВТОДОР у нас очень мало могут позволить себе поехать в санатории, потому что на их заработную плату, которая, если мы берем, например, дорожных рабочих, она составляет, ну, в среднем около 40 тысяч рублей. Но это мы должны понимать, что здесь до налогообложения. Да, да, то есть минус 13%. Минус 13%. Минус штрафы, минус там, все-все-все. Да, у водителей, например, в среднем там 55 тысяч рублей. Потратить на санаторий в районе 20-25 тысяч рублей, к сожалению, они не могут себе позволить. Естественно. Понятно. Хотя у нас санатории предусмотрены, у нас есть профсоюзные санатории и в Подмосковье, и санатории в Кавказских минеральных водах, но непосредственно сотрудники ГБУ МОСАВТОР очень мало кто пользуется данными. У нас такой зарплаты, естественно, даже со скидкой это становится не по себе. Там другие люди отдыхают. А, кстати, кстати, вы знаете, вообще говоря, в некоторых областях Российской Федерации, не будем показывать пальцем, есть практика, по которой, скажем, сотрудники, условно говоря, ну, какого-нибудь министерства ЖКХ, некоторая часть официально оформлена на работе в министерстве ЖКХ, а некоторая часть оформлена в так называемых подведомственных структурах. То есть у меня есть знакомый, который в Подмосковье работал не в Минтрансе, не по вашей линии, в другом министерстве, и был оформлен при этом в подведомственном учреждении, о котором даже название его выговорить не мог. Но это, правда, обычно для сегодняшнего. Вот, а то есть я могу предположить, что эта практика существует не только в дальних областях, но и существует в вашем министерстве, которому вы подведете, Минтранс, да? Да, Министерство транспорта. Да, Министерство транспорта. И возможно, что некоторые его чиновники тоже оформлены в МОСАВТОДОРе, и в этом случае у них, наверное, им хватает, наверное, зарплаты на пребывание в этих санаториях. Ну, сугубо гипотетически. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот МОСАВТОДОР, еще раз, у нас есть государственная корпорация РОСАВТОР, но МОСАВТОР при этом полностью подчинен правительству Московской области. То есть, вы являетесь государственным бюджетным учреждением, вы не являетесь частью этой большой корпорации. То есть, вся проблема в том, что бюджет Московской области занимается экономией на ваших работников. Получается так. С 2014 года. Ну, скажем так, что за мое почти трехлетие работы в областном профсоюзе могу сказать, что все-таки каждый декабрь правительство Московской области выделяет денежные средства на премирование. Это премирование. Да, но оно происходит, к сожалению, один раз в год к Новому году. Понимаете, я депутат Государственной Думы, и на мое премирование правительство Российской Федерации, если, конечно, что-нибудь там не накосячу, совсем исключительно, выделяет каждый квартал, извините, премию. А люди, которые заняты тяжелым физическим трудом, получают премию от правительства Московской области один раз в год только. Да. То есть, уже мы имеем, в общем, полное несправедование. Это как бы дополнительное премирование. Ежемесячное премирование у них есть. А, есть ежемесячное. Да, но она у них... Это вот, которое дотягивает зарплату рабочего первого заряда с 7,700 до 19. И те суммы, которые вы сейчас называли, там, 55 и 40 тысяч, это не зарплата, не оклад, а то, что люди в реальности получают на руки с премиями, с надбавками. Совершенно верно. То есть, не получают на руки, то, что им выписывают, нужно еще 13% вычесть. Да. А какая у нас официальная средняя зарплата в Московской области? 69, если не ошибаюсь. То есть, люди получают зарплату сильно ниже средней заработной платы в Московской области. Ну, если взять на декабрь, когда выплачивается премия, то... Тогда подтягивается. Тогда подтягивается. Если мы берем, опять-таки, среднюю по больнице, то есть, среднюю по организации, то, да, выходит на 64, то есть, ну, практически, можно сказать. Но, опять-таки, мы с вами прекрасно понимаем, что это за счет прочих... Среднюю по организации считать не надо. Вот, вот, Амонгильды Малдогазевич Тулеев в 2010 году, когда была авария на шахте в Кузбассе, он посчитал среднюю заработную плату, занятую на шахте, и сказал товарищам шахтерам, ребят, ну, вы 80 тысяч рублей в месяц получаете. Вот. После этого шахтеры дважды сгоняли ОМОН за железнодорожных путей, которые они заблокировали в городе Междуреченске. И, в общем, с того времени стараются лишний раз так не считать. Ну, вероятно, только в Кузбассе. Понятно. Понятно. То есть, мы имеем абсолютно чудовищные переработки. А вот по оценкам, по результатам анализа путевых листов, вот реальный объем переработок какой? Вот в рабочий день вместо 8 часов человек в среднем работает сколько? Не меньше 10 часов. То есть, не меньше 10 часов, иногда больше. Да. Плюс он работает в выходные. Сколько он работает в выходные? Также не меньше 8 часов. Если это зима, то, соответственно, да, и нужно убирать снег. Они выезжают и на сутки. На сутки? Да, на сутки. Работают сутками. Когда мы проверяли полтора года назад путевую документацию, в одном из производственных комплексов водитель, по-моему, автогрейдера, если я не ошибаюсь, выехал и заехал на обратную организацию через 36 часов. Эти 36 часов он работал? Ну, в любом случае он не находился дома и в кровати. Конечно, наверное, где-то в дороге поспал, но опять-таки мы с вами понимаем, что условия отдыха и даже элементарно сходить в уборную. То есть, не в условиях ведения боевых действий, не в условиях экстремальных природных катастроф, а каждый день рабочие, работники, извините, МОЗ «Автодора» работают без выходных и вне человеческих условий. При этом никакой существенной помощи по оздоровлению им не оказывают. Но на самом деле, по Трудовому кодексу, вы, конечно, лучше меня его знаете, но если это дело смотреть, даже если человек получает какие-то совершенно невообразимые компенсации, он все равно не может так работать без выходных. Это недопустимо по действующему. Ну, один-два выходных в месяц у них, может быть. Если не снегопады и если не нужно в срочном порядке. Напоминает старинный трактат «Молот ведьм», где описывается, как правильно проводить допрос ведьм и щадить их, помогать их не терять сознание и не умирать. Вот здесь тоже, чтобы люди не умирали, не падали, но один-два дня выкраиваются более-менее. Это достаточно щедро. То есть, в основном праве и в ГУЛАГе у нас были, в общем, такие курортные условия по сравнению с МОЗ «Автодором». Может быть, МОЗ «Автодор» такой экономически неэффективен, он не приносит прибыль никому, и, в общем, там людей держат из социальной солидарности, и все? Ну, если бы, наверное, он был неэффективен, то давно бы закрыли данную организацию. А, допустим, там много ли людей хочет пойти на работу, туда там очередь стоит? Почему они так не ценят сотрудников? Нет, конечно, очередь там не стоит. Там средний возраст сейчас в ГУЛАГе у МОЗ «Автодора» – это в среднем почти 60 лет. Подождите, 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 то есть, человек в возрасте 60 лет, то есть, в возрасте, после которого уже по медицинским показателям работать нельзя вообще, человек в возрасте 60 лет работает с одним-двумя выходным в месяц по 10 часов, не менее чем по 10 часов в день. Да. Ведь руководство МОЗ «Автодора» в принципе можно судить за сознательное массовое убийство людей, насколько я могу предположить, по крайней мере. Потому что они же в принципе нормальные, они психически вменяемые люди, и они понимают, не могут это не понимать. Одно дело, человек в 25 лет работает там на износ, окей, хорошо, там это ему потом маукнется, но это будет потом. А человек в возрасте 60 лет. Как показывает практика, что люди в возрасте 60 лет более выносливые, и здоровье у них еще позволяет работать. Нет, они просто более привержены своему месту, потому что люди помоложе, я думаю, просто бегут куда сломят, куда глаза глядят. А вот у вас не увеличиваются штаты при увеличении норматива выработки и при лютых переработках. То есть люди, наверное, разбегаются? Да, совершенно верно. Если мы возьмем статистику по дорожным рабочим непосредственно, численность в октябре была 368 человек, в ноябре 363, сейчас обратно набрали 368. Если мы берем водителей, здесь водители все, и комбинированные дорожных машин и автогрейдеров. В октябре было 966, ну и сейчас она упала на 950. Более хорошо видно, начиная с 2021 года, у нас также есть статистика, то есть когда водителе было на 1 января 2021 года 1100, а осталось 966. То есть мы прекрасно понимаем, что люди уходят. Да, молодежь совершенно не держится, то есть приходят, но получая свою заработную плату в 30-40 тысяч, плюс работая с переработками, конечно, они… Ну да, это Подмосковье. Это Подмосковье. Да, здесь есть, в общем, куда поехать, чтобы заработать. Совершенно верно. Понятно. А что говорит по этому поводу Рострудинспекция? Она всем довольна и считает, что все в порядке? Когда они проводили проверку в ГБО МОСОФТОР, были замечания, но незначительные. Непосредственно по переработкам замечаний никаких не было. Но по какой причине? Трудовая инспекция не сверяет путевую документацию, то есть путевой лист с табелем учета рабочего времени. Они просто смотрят приказ о привлечении к работе, там, в выходное либо в ночное время, и табель учета рабочего времени, плюс, может быть, расчетные листы. Как это можно мягко назвать? Минимум преступной халатности? Нет, я объясню. Например, я достаточно долгое время работала в транспортной организации, и я прекрасно понимаю, откуда в табеле учета рабочего времени появляются часы. То есть я знаю специфику. Я работала в МОСОФТОР, где в основном водители, то есть водительский состав, который обслуживает Московскую область. И изначально я была программистом, то есть я писала программы по обработке, чтобы информация и путевой документации попадала в заработную плату. То есть, и, соответственно, формируется табель учета рабочего времени. Я эти нюансы знаю. Команда, которая работает у нас в профсоюзе, эти нюансы знает, потому что у нас также очень многие из транспортных организаций. А трудовая инспекция, ну, то есть нужно быть специалистом, узкопрофильным, так скажем, да, чтобы эти нюансы знать. Например, по дорожным рабочим, конечно, мы бы не смогли понять, есть у них переработки или нет, потому что им не выдают никакой документации, когда они выезжают. Да, они не ставят отметку время выезда, время возвращения. А вот по водителям это очень легко вычислить. Ну, если ты знаешь, где посмотреть. Если Рострудинспекция понимает, чем она занимается. Ну, а если бы набрали ветеринаров и, так сказать, отставных офицеров, ну, понятно, что они не знают ничего. Но у них же есть регламент документов, которые они проверяют, и возможно, что в этом регламент... Ну, регламент составляют такие же Микки Маусы, простите, скорее всего. Если они не знают специфики того, что они проверяют, то, знаете, давайте я сейчас пойду там проверять работу Института квантовой физики какого-нибудь, какого-нибудь дронного коллайдера, вот, будет весело. Если я ничего в этом не понимаю. Хорошо. А отраслевой профсоюз что говорит на эту тему? Этот вопрос мы по большей части поднимали в профсоюзе Московской области. У нас есть организация, которая объединяет все профсоюзы Московской области. Они также выходили на губернатора, на Габдур-Рахманова Альдарна Урулыча, на Масленкина Наталья Александровна, но, к сожалению... Габдур-Рахманов это кто? Председатель правительства. Ага, понятно. Московская область. Но, к сожалению, ответы все достаточно... Они считают, что все нормально? Да, все хорошо. То есть ситуация длится 9 лет. За это время прошло две федеральных компании, в которые Единой России чиновники, любые региональные, любят индексировать, заявлять о повышении доходов и так далее. То есть ничего не происходит? Их даже это не заботит? Ну, по факту ведь доходы вырастают. Только о том, что численность людей падает, и то, что они работают, очень много никого не интересует. Ну, если мы берем, например, январь 2021 года, дорожный рабочий, да, заработная плата составила там 41 200 рублей. На 1 января 2023 года 42 680. Ну, ведь увеличилось. Ну, да. Практически пропорционально ростутся, как, наверное, нам расскажут официальные лица. А в прокуратуру вы не обращались по этому поводу? Хотели, честно скажу, хотели решить вопрос мирным путем, да, потому что, ну, не хочется выносить ссоры за сбы, когда... Вот смотрите, дорогие зрители, хотите решить с властями вопрос мирным, будете иметь 1-2 выходных рабочих дней в месяц, работать по 10 часов в сутки вместо 8, получать зарплату ниже среднего уровня на четверть, и при этом вам еще будут рассказывать, что вы всем должны и плохо работаете. Извините, что я перебила, Александр, извините, пожалуйста. Просто... К сожалению, да, на текущий момент уже все наши, так скажем, ресурсы подождать еще чуть-чуть закончились у наших работников. 20 апреля у нас состоится пленум нашего профсоюза, где уже будет приниматься решение, потому что высказывались такие предложения от председателей выходить на следующий уровень. Это подавать информацию в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Ну что ж, успехов вам. Я со своей стороны направил запросы по этому поводу. Единственное, я забыл про рост трудоинспекции. Ну, я думаю, еще не поздно. Потому что, ну, отправлю сегодня, потому что это такой замечательный орган, что, по моим ощущениям, что он есть, что его нет. Кирилл, пожалуйста, а вот в одной из публикаций, которую мне приходилось читать, там очень красочно описывалась ситуация в Егорьевске, где, значит, в раздевалке, где люди хранят свои вещи, значит, на пол брошены деревянные поддоны, и под этими поддонами просто вода. Это мои фотографии, да. То есть, вы, значит, оставляете там свои вещи, возвращаетесь, надеваете, и эти вещи, ну, грубо говоря, мокрые. Ну, они, может быть, не мокрые, потому что вы их повесите повыше. Ну, влажные, влажные. Не исключено. Не потому что они упадут в воду, а просто там, где у вас на полу вода, там влажность в помещении близка к 100%. Естественно, все это у вас пропитывается. Дальше вы выходите летом хорошо, а если вы уходите зимой, то в влажный одеж, где вы уходите, вас еще прихватывает морозец. Плюс лечить вас в условиях оптимизации здравозахоронения негде в случае чего и так далее. Понятно. А вот это Рострудинспекция тоже не заметила? Или она проводит коммеральную проверку, то есть, она приезжает в головной офис, сверяет одни бумажки с другими бумажками и довольная и счастливая, может быть, даже без банкета едет обратно. Ну, видимо, так. Не знаю, я, к сожалению, не присутствовала в проверке. То есть, если вы осуществляете, ну, грубо говоря, я осуществляю проверку чего-то, нужно приехать и посмотреть. Трудовая инспекция явно проверяет не только величину оплаты, но и условия труда. Ну, наверное, их повезли в филиал, где получше немножко, не стоит вода. Демонстрационный центр, да? Совершенно верно, да. А вы еще забыли сказать о том, что после того, как вы вернулись с дороги, как дорожный рабочий, вам, наверное, захотелось бы сходить в душ и в уборную. Как минимум душ. Ну, конечно. Это здорово, тогда нужно обуть специальную обувь, чтобы не подхватить никакую болезнь, а лучше, чтобы помыться дома. Потому что душевые уборные там в состоянии также очень не презентаемые. Я был в одной нотариальной конторе, в чем в Москве. Я могу сказать, что я в армии такого не видел. То, что я там у них увидел. Хотя, вроде бы, юристы приличные люди должны быть. Ну, ладно. Хорошо. То есть в душу примерно то же самое, что и в уборной. Да. Там даже не то, что грязно, это уже от времени настолько все в непрезентабельном виде. Дай бог, чтобы работал, в принципе, кран, и была горячая вода. То есть, ну, это повезет. И отколотой эмалью, которая была там 20 лет назад, легко можно порезаться. Ну, да. Ой, Господи. Это, повторим, это не Чукотка. Это не Кировская область. Это не Таежные районы. Это Московская область. Это один из самых богатых регионов Российской Федерации. Это Московская область. С одним из самых благополучных по всем рейсингам губернаторов Российской Федерации. Вот руководство, оно вообще, как относится к вашей деятельности? Оно вам угрожает или пытается подкупить? Или вообще никак? Ведь в средствах массовой информации, хотя в соцсетях этот вопрос известен. Да, и те, кто интересуется, вот знают, что вот это происходит безобразие долгие годы. Как они реагируют? Конечно, внутри они все поддерживают, потому что прекрасно понимают, что сотрудники не могут работать в таких нечеловеческих условиях. Поддерживают кто? Руководство? Руководство, да. Руководство МосАртадора, которое само является заложником этих безумных решений правительства Московской области. Ну, по сути, да, они же не могут просто взять и увеличить себе фонд оплаты труда или численности. Они должны получить решение правительства. Совершенно верно, да. К сожалению, вот так. Ну, хоть это. Ну, то есть они так с пониманием, да, хотя бы без угроз и без давления. Ну, угроз нет, не было. Сейчас вот юристы у меня закончили в очередной раз проверку, мы проверяли 7 производственных комплексов, чтобы нам сравнить переработки, которые были вот полтора года назад и сейчас. То есть, ну, мы берем самое пиковое время, это декабрь, январь и февраль. Да, когда у нас говорили, вроде снега не будет в этом году, но кто-то где-то переборщил. Сейчас вот будем делать свод и посмотрим, что происходит на самом деле. Но по информации от руководителей производственных комплексов, куда юрист приезжал, люди стали отказываться выходить сверхурочно, не все, конечно. То есть, ну, уже стали немножечко, как бы говорить, нет. Посмотрим, сделаем свод. То есть мы взяли, опять-таки, самые основные профессии, это дорожные рабочие, водители, трактористы. Посмотрим. Это слава богу, это хоть какая-то безропотность, которая вообще… К сожалению, у них будет безропотность по одной простой причине, что это все люди, как я говорила, за 60, да, они прекрасно понимают, что найти работу в Подмосковье достаточно сложно. Дорожные организации есть. Есть ДП, МТТС, да, они не берут. Как это, предпенсионер, его же еще уволить сложно. И поэтому никто их не берет на работу. Да, предпенсионеры у нас за 5 лет до пенсии. Ну, 60, вот 60. Они, видимо, очень благодарны за повышение пенсионного возраста властям. Имеют работу хотя бы такую. Ну, просто элементарно никто не пойдет на такую заработную плату в такие условия труда. То есть крепостничество – это было время гуманизма, торжества законности и правопорядку. Да, наверное, в 1861 году зря отменили крепостное право. С тех пор бы крепостничество приобрело бы такие гуманные формы. Товарищ Воробьев придал новый ореол этому событию. Своими действиями и бездействиями. Еще раз, с 2014 года правительство Московской области не индексирует оплату труда. И более того, тысячу разных способов объясняет. Не просто оно забыло и бумажки не читает. Оно отвечает на запросы и объясняет, почему оно не собирается этого делать. Тяжелые погодные условия, как в брежневские времена. Сейчас у нас был коронавирус, специальная военная операция. Совершенно верно. Потом еще что-нибудь. Потом будет высокое атмосферное давление, потом будет низкое атмосферное давление. Да, именно на эти критерии, что спецоперация, коронавирус в ответах ссылаются к руководству. В крайнем случае, комета будет угрожать земле, это тоже не время, в общем, повышать зарплату. Зачем? Ну, только в коронавирус все равно все работали. Потом будет следующий этап – напряженность исполнения регионального бюджета. Это вот просто запишите, это будет следующий. Хорошо, очень. Тогда смысл нам писать запросы? Нет, смысл писать запросы, потому что, во-первых, я вполне допускаю, что даже губернатор Воробьев про это не имеет ни малейшего представления. Не исключено, хотя мы ему писали… Понимаете, цифровизация – это такая штука, когда вы видите не то, о чем вам говорят, а вы видите только то, что предусмотрено заранее заложенному алгоритму. Если в алгоритм не заложили возможность построения феодального строя или рабовладельческого в одной отдельно взятой бюджетной организации или во всех бюджетных организациях, мы же не знаем, то любой информационный сегмент, он будет просто отсекаться, просто будет глохнуть. Так что возможно, что даже и Воробьевым, я зря здесь вспоминаю, но еще раз, это один из самых богатых регионов Российской Федерации. Да, конечно, Москва, Ямао, Янао и Хмао – это вне конкуренции, Питер – это понятно, Краснодар – это понятно. Но после этого уже должна идти Московская область просто по своему потенциалу, по доходу в конце концов. Ну, наверное, в каких-то отраслях это так и есть, но, к сожалению, пока не в нашей. То есть это просто катастрофа, потому что даже если они вдруг сейчас повысят зарплату, страшно подумать, на 15%, это все равно не решит проблему переработок, нехватки людей, всего-всего остального. Если они повысят заработную плату на 15%, но если вдруг такое чудо произойдет, то, может быть, я не исключаю, что все-таки кто-то еще вернется. Кто-то еще вернется. Но не в том объеме, который нужен. Понимаете, при таком объеме переработок люди все равно будут умирать сильно раньше времени. А аварийность какая там, а травматизм на рабочем месте с такими переработками? Травматизм у них снизился по итогам, то есть прошлый год более-менее, но были два года, если не ошибаюсь, два или три года назад был, да, у нас случай, когда дорожного рабочего на дороге сбило машину, то есть он до сих пор находится на больничном, мы общаемся с его семьей, с супругой, то есть предлагаем также санаторий, но пока, видимо, наверное, врачи, не рекомендует некий санаторий, то есть он проходит там какую-то свою реабилитацию. К сожалению, такие случаи есть, но, слава богу, редко. Ну понятно, что это авария, и авария есть авария. Да. Ну с такими условиями труда это постоянный риск аварии, причем угроза не только в отношении самих работников, но и сторонних людей каких-то, да, и само качество работы, оно тоже, в общем... Ну а качество работы, понятно, какое, угрожающее. Это при такой нагрузке. Ну, поэтому у нас с вами каждую весну... Да, асфальт сходит вместе со снегом. Совершенно верно. И, соответственно, мы видим дополнительное расширение фронта работы, при той же численности, сокращающейся численности рабочих. То есть правительство Московской области своим бесчеловечным и противозаконным, с моей точки зрения, действиями, оно загнало дорожную отрасль, ну, в стопор, грубо говоря. Которая идет ко дну. Да. А если предположить фантастический сценарий, что вот эти люди под 60 все бы были такими старыми большевиками и организовали бы забастовку, то она бы создала бы невыносимые условия для власти, бы обрушила дорожную сферу глубоко на дно. Знаете, власть, я открою вам секрет, власть пользуется федеральными трассами, а не дорогами регионального. Понятно, и вертолетами еще. Вот, и вертолетами. Так что власть бы это, может быть, и не заметила. Но тогда бы они не смогли бы даже вовремя доставить инспекцию в демонстрационный центр. Ну, одну дорогу всегда можно сохранить. Но рискуют все-таки, понимая слабую вероятность забастовки. Я думаю, что человек, который грамотно умеет отчитываться при нынешних федеральных властях, ничем не рискует. Вопрос правильной презентации. А поскольку проверкой занимаются люди, которые не имеют к проверяемому отрасли, никакого отношения, как мы видели, например, Рострудинспекция, то, соответственно, грамотная презентация, два правильных портрета на стену, сейчас уже, наверное, один, и все в порядке. Анна Александровна, а вы используете только правовые методы борьбы? А, только правовые. Ну, Федор, ну о чем вы спрашиваете? Закон предполагает, допустим, акции протеста, пикет какой-нибудь законный. Я имею в виду правовые документы оборотов. Закон подразумевает одиночный пикет, когда рядом с этим человеком становится провокатор, а пикет сразу становится массовым, дальше все. Были времена, когда все начиналось, еще можно было митинги даже проводить. Но, к сожалению, митинги мы стараемся все, во-первых, решать по-доброму. Миром. Миром, да. Во-вторых, мы с вами прекрасно понимаем, что на митинге люди старой закалки, они не пойдут. Молодежь, да, они, может быть, более-таки амбициозные, готовы взять виллы и пойти вперед. Но, к сожалению, тоже их не так много, в основном все диванные критики. А люди, которым за 50, за 60, они больше терпят. То есть поговорили в курилке, пришли домой с жене, пожаловались, с соседом поговорили, и на этом, и снова с утра надевая свою телогрейку. Просто еще, когда вы работаете в невыносимых условиях, у вас остаются еще силы какое-то время на рутинную работу, но у вас точно не будет сил, не будет энергии на то, чтобы сделать что-то необычное для вас. Вы искли, выскочить не можете. Это одна из закономерностей рабовладельческого общества. В свое время все смеялись над анпиловскими бабушками и дедушками, а теперь это вообще недостижимый идеал получается. Ну, у анпиловских бабушек и дедушек были еще советские пенсии, на которые можно еще было мечтать прожить. Сейчас этот вопрос решен, как я понимаю. На пенсию прожить нельзя, сугубо физиологически, на массу. Давайте тогда, Велгеннадьевич, вернемся к первому вопросу. Типична эта ситуация или уникальна? Я надеюсь, что эта ситуация не очень типична. Но для регионального дорожного... Я просто не знаю, как она устроена. Я знаю, что довольно много частников строят. И я надеюсь, что эта ситуация все-таки не является типичной. Но вот заодно и посмотрим. Потому что если власти Московской области на это не реагируют никак, то, скорее всего, они знают по знакомству, по своим связям, что в других областях так же или еще хуже. Соответственно, никто им еще не представит. А вы что-то? Не поверите, мы выезжали в несколько городов во Владимире, например, когда мы были, то есть мы приезжали в дорожную организацию. И могу сказать, мне стало очень обидно за Московскую область по одной простой причине. Техника. То есть это такое же государственное бюджетное учреждение. Техника вся новая, красивая. Очень много молодежи работает. Средняя заработная плата у дорожных рабочих во Владимире 44 тысячи рублей. То есть где Владимир, где Московская область. И к ним молодежь стремится идти. Ну, Владимир все-таки немножко необычное место. Там была очень сильная борьба между губернаторами. И Орлова была хорошей хозяйственницей. Потом пришел этот ЛДПРщик, но он хотя бы пытался пыжиться. Сейчас там новый, который должен показать, что он отличается от остальных. То есть там... У них достаточно давно эта ситуация. То есть они всегда были образцово-показательным предприятием. Всегда. Ну, а еще где? Хорошо. А еще что вы смотрели? Мы были в Пскове. И в Пскове тоже лучше, чем у вас? Ну, по заработной плате чуть-чуть похуже. Нет, ну, в Пскове уровень жизни раза в два ниже, чем в Московской области. 35-37 средняя заработная плата у дорожных. 37 в Псковской области сильно выше, чем 44 в Московской. Ну, в любом случае, у них нет таких... Ну, или, по крайней мере, конечно, нам, может быть, не говорили, насколько у них там безумные переработки. Но, по крайней мере, они сказали, что непосредственно нехватки такой дикой, как у нас, у них нет. Поэтому... Ну, то есть, наверное, этот эксклюзив губернатора Воробьева тогда получается. Тогда получается так. Потому что, ну, Владимир, ладно, крепкая область, там было много разных руководителей, они все были относительно разумны. Но в Псковской области там беда была всегда. Это был очень бедный регион и с огромными внутренними проблемами. Ну, значит, Московская область здесь выбилась у лидера по стремлению к рабовладельческому обществу. Получается, что так. Ну, это еще более подтверждает ваш тезис о феодализме, то есть, раздробленности. Да нет, это не феодализм, это рабовладение уже. Когда люди ставятся в такие условия, что они не могут никуда выскочить. Ну, в экономическом плане вы рабовладели, а в административном феодалы, феоды, наделы. Ладно. Как бы единое государство. Ну, мне-то можно говорить? Выйдет вот так. Сейчас уйдем в политэкономию. Хорошо. Но, тем не менее, вот там. Ну, Анна Александровна, значит, смотрите, я отписал запросы. В течение 30 дней они должны что-то там промяукать. Вам тоже что-то будут говорить. В Рострудинспекцию я отправлю запрос сегодня, ну, завтра, в крайнем случае. Вот, соответственно, но давайте держать в курсе, я эту тему тоже немножко буду подсвечивать. Мы будем вам очень благодарны, если… а если еще что-то у нас получится, то я думаю, что… Да, давайте будем на связи. Да. И я желаю вам успеха в вашей святой борьбе. Спасибо. И вам успехов. Спасибо. Я тоже присоединяюсь к пожеланиям. Надеюсь, что наш, это не будет выстрел авроры по воробьям, а мы действительно… И даже по воробьеву не будут. Достигнем позитивного для людей результата. Под финал нашего эфира я хочу обратить внимание зрителей на книгу историка Островского «Солженицын. Развенчание мифа. Предисловие» написал известный историк Фурсов. Послесловие Михаил Геннадьевич Делягин. Весьма рекомендую, кто еще не купил, это можно сделать по ссылке в описании к эфиру. Так, у нас сегодня была Анна Шестакова, председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области, депутат Государственной думы Михаил Делягин, вел программу «Политический обозреватель» Федор Бирюков. Счастливо.